Короче, турнир подходит сегодня к концу. Будем, конечно же, болеть за Фогича. В прошлый раз, когда он столкнулся с Лином, это было избиение. По-другому не могу сказать. Он проиграл 0-2 без каких-либо шансов. Но учитывая то, что после этого Мун с Лином великолепную серию Бо-5 провел. И просто по исполнению показал, как нужно. Я надеюсь, что Фогич посмотрел эти игры, какие-то выводы извлек. Ну, он может убить Лина. То есть он может убить Муна и показал, что вчера убил. А раз Мун убил Лина, то, понимаете, есть тут определенная логика. Да, разные расы, но в целом никто же тебе не мешает хотя бы попытаться повторить то, что сделал Линолики. Чатику отдельный привет. Всем добрый день. Я проснулся сравнительно недавно, пару часов. Буду просыпаться постепенно, разговариваться сегодня. Надеюсь, настроение будет лучше, чем вчера. И сегодня во второй половине дня, а именно так же в 7 часов, О, Эльфикс поддержал, говорит, приветствую. Все, жену в Кипр в отпуск проводил, чаю закупил я с вами. Изящный способ избавиться от жены, конечно. Я на Кипре был только один раз, это было в детстве, где-то в классе девятом-десятом. Вот. Мне понравилось. Ланселот, привет, проверка доната. Но я озвучку не подключил, прошу прощения. Наверное, может, стоит подключить, конечно. Но она будет отвлекать, особенно от... Можно между играми послушать. Итак, фокус у нас синенький, играл через форсиры и хэдхантеров на старте. Второй герой СХ. Соответственно, в Флай... Стоит, во-первых, сказать, что... Если мы... Еще разок вот эту мысль важную, которая меня очень радует, потому что очень хорошо говорит... Краснорещиво говорит о балансе. Если в Европе у нас доминируют андеды, ну и хэппи в частности, то есть очень сильно андеды, там икс-лорды, вортексы, кравы... Ух ты, а сейчас Скорл оф Зе Бист идут убивать Сыху, который без всего... И нет вообще ни одного орка, ну, кроме там кэша полуактивного, орк-воркера полуактивного и... Купера. Но они в тройку крайне редко даже заходят. То, вот, например, на Смайлкапе в топ-4 три орка. То есть Лин, Фокус и Флай. Ну, а балансный патч тот же самый. То есть это то же самое, что и... Ух ты, как тут Гранты-то прессуют. Посмотрите, минус... Минус, правда, Грант, минус Сэхау. Очень битый Шадоу Хантер пытается сбежать. Ой, классно! Хотел! Хотел заблокировать, вы видели! Хотел заблокировать Гранта, его тут кодой съел. О, красивый микроконтроль. У них вообще проблем сейчас с пингом не должно быть никаких. Они играют где-то, ну, 40 минус, скорее всего. То есть тут прям ничего не мешает. Вообще. Вобла говорит, сразу начнем с подношения на хорошего... Гейл, Гейл, привет, Вобла. Давненько ты не отписывался в чате, кажется. Наконец-то деньги бросают в монитор, они не доходят. Е-е-е! Кидай, кидай! Кидай, что не жалко. Параллельно идет застроечка. Вообще, хорошо подпушил. Сыху подбрил. Кодой, видите, съели двух Грантов. Правда, нужно время на переваривание. Ну и, конечно же, Блэйдмайстер тут за... Опасный. Идут раздачи примачков. Блин, Эльфикс еще десятку подарил на месяц. Страннику Габриэлю развлекаются. Спасибо вам, товарищи. А вспоминай групповую стадию, это точно фокус и флай? Ну да. Написано фокус. И РВ, РВ это флай. Ну там остается только Лин, но он с Фогги играет в следующем... В следующем матче, поэтому... Да, я уверен, что... По голосу не скажешь, что уверен, но уверен. Так, рабочие отменили строительство, но они выжили каким-то макаром. Под шумок просто недалеко отошли. О, Айва, привет. Такой спокойный дотер. О, это ж смайлик вообще древнючий с этих... С какого-то движка форумного. То ли на прогамере был, то ли на СК-2ТВ. Может из олдов кто-то вспомнит, что это за пак смайлов. Так, ну Блэйдмайстер отлично затарен. На самом деле Флай очень любит серклеточки Блэйдум. Он и Блэйдата любит. А, Васьки такой был. Вот, наверное, Саськи смайлы. Точно, точно, точно. 2-3-2-5-5-2-5-0-2. Пишите. Кадои так и не успели переварить грантов. Удастся ли задавить или нет? Ну, вроде здесь даже Флай в плюс разменивается. О, Блэйд! Чайник есть! О, Чайник! И убивает Блэйда! Ой, еле-еле, прям еле-еле. Но... Проблема с лимитом... Да, проблема с лимитом и фокусом. Он... Он пытается, он сражается, теряет Гадоя. Там СХ получает третий. У-у-у-у. Но обычно, если играют через ФС и Хэдхантеров, это всегда... Ну, ты... Тебе не очень выгодно затягивать, опять же, против Блэйдмастера. И, как правило, либо ты приходишь с Фейерлордом, либо ты приходишь там чуть позже с Сыхой, но с какой-то агрессией приходишь. Да-да-да, считается, конечно, Тига. Если Кадоя съедает юниты, и тот переваривается, этот юнит все еще занимает лимит. Поэтому очень важно, и некоторые стримеры, комментаторы этого не делают в Мироре, особенно где много Кадоев. Заканчивается битва, они смотрят на лимиты и типа сравнивают. О, там одинаковые или у кого-то преимущество. А там у трех Кадоев по трехлимитные юниты просто минус 10 лимита, так бах, и все. Ману не видно? Да, есть такая тема, но я не знаю, как включить ману в Нетизе. Она не отображается. Танюшка, Танюшка, не анафт, ничего по себе. Фоги не параллельно играет? Вроде не должны, мы, конечно, можем проверить, но Фоги с компьютером играет. Компьютер Орк. А может... А может, это не это самое. Давайте проверим. Он разыгрывается или нет? Как бы мне это проверить, не выходя из игры. Компьютер больше Лины. Ладно. Ну, вроде у Лины никнейм, не компьютер. Ладно. Хорошо, может здесь закончится все. Scroll of the Beast выпадает и использует сразу. Мне кажется, здесь просто красненький отобьется, то есть флай. Гораздо более уверенно, чем раньше. У него преимущество по героям уже есть хорошее. У него с х третий, опять же, Блэйд нарезает, так что... Да, Кадоэм месяц, четвертый уровень. Танюшке там персональный подарок. Да, похоже, здесь закончится фокус. Форсирую, передаю тэнвол большой. Но проблема еще в сыхе. Да и проблема в Блэйде, который криты уже по 200 закидывает. Он почти пятого уровня. Он 207 крит. Раз. Два. Этого товарища просто очень сложно остановить, особенно затаренного. Да, хорошо. Давайте посмотрим, Фоги с компом играет или нет. Надеюсь, это разыгровка. Надеюсь, это... Но сразу предупреждаю, друзья. Не сильно надейтесь на победу. То есть, это будет гораздо большим... Ну, я помню, как Лин играл с Фоги в прошлый раз. Фоги еще надо прям нереальную игру. Insane AI. Да, он разыгрывается. Очевидно. И сильный. Да, И очень сильный, как вы видите. Блэйдмайстер первого уровня стоит на базе. Гостислав поддержал. Михаил, приветствую. Чайти ку-ку за качественный контент. Хорошее настроение. Спасибо большое тебе, Гостислав. Добрый день. Да, Фогич разыгрывается. И мне кажется, имеет смысл тогда пойти посмотреть вторую игру Фокус против Флая, потому что... Ну, потому что матчи должны идти друг за дружкой. Сегодня у нас с вами в рамках этого турнира всего три серии. Они, правда, бо-5, но три серии. Бо-5 же у нас с полуфиналов, правильно? Да, семи-файнал и гранд-файнал are best of five. О, мой гадабл. Это невероятно. Можно было бы посмотреть... Фогич не просто так здесь раз это самое раскликивается. Возможно, крепрут у него будет такой специфичный. Возможно, он что-то отрабатывает там. Вот. Когда финал в 14.00... Я думаю, что он без привязки к времени. Это зависит от того, когда закончится первый полуфинал. А он может быть как там 3.0 и стандартные игры по 15 минут, так и 2.3 с какими-то затяжными темами. То есть разница может быть там от 45 минут до там полутора, даже двух часов. Сложно очень спрогнозировать. Ну, пока что Fly взял первую карту у фокуса. Мы дожидаемся следующую игру. Она появится, я думаю, в течение минуты-двух в клиенте. Пока можно чатик почитать. Ну, и сегодня в 7 часов вечера у нас продолжение DreamHack'а. Мы сегодня узнаем весь плей-офф. То есть сегодня будет также 3 матча, как и вчера-позавчера-позавчера. Neutron Craft за квоту. Blade Side за квоту. Sonic против Dice. Великолепный матч. И Johnny Cage Vortex. Johnny убил Vortex в прошлый раз 2-0. Vortex будет пытаться брать реванш. И, соответственно, к тем четырем людям, которые вышли с первого места из четырех групп, а именно Happy, Foggy, Havk и Xlord, добавится еще четверо. Они, собственно, образуют сеточку плей-офф. О, QR-код. QR-код. Кстати, Витя, а может ты мне гифку пришлешь? Там вроде Савелий сделал новую. Как раз кто-то из пользователей рекомендовал. Может, устроим голосование? За кого? Чатик Fly или Focus. Проверим, за кого у нас дают предпочтение. Вообще без проблем. А, вернул на доработку. Вот и, конечно. Я, с вашего позволения, добавлю третий вариант. Мне все равно ее упырь. Чтобы голосование было наиболее демократичным. И, ну, голосуйте. Я думаю, что упырь должен победить вообще вне... Вне... Он вне конкуренции. Да. Все понятно. Две трети упырей в чатике. Даже чуть больше. Молодцы. Красавцы. Остаетесь верны. Фоги компьютер. Да? Фоги компьютер. Вобл говорит, я рыба. Это точно. Я смотрю на никнейм Танюшки. Вспоминаю, как она там этого сидюсера проходила. Или все еще проходит. Помню ламповые времена, когда призовой пул был таков. Игроки скидывались по 100 рублей. Так и было. Приходили в компьютерный клуб. Взносы закидывали. Все это собиралось. Часть шла в... На оплату игрового времени. То есть клуб получал, типа, за аренду. И... Ну, по-разному было, на самом деле. Иногда даже клуб почти ничего себе не брал. Это было, ну, как реклама, типа. Ну, то есть подарить 20 премиумов засчитано, а 5 нету. Да, я уже слышал об этом баге. Кстати, раз уж у нас с Витем, если возможно, занеси, пожалуйста, в... У нас чаще на игровое время играли. У нас чаще, на игровое время чаще играли, говорит Неонавт. Неонавт, главный редактор ГГ. Для усиления, видимо. Фоги, походу, думает, что его игру с компьютером может Лин посмотреть. И поэтому... Не, ну давайте справедливость ради. Зайдем в любую новость. Наверняка Неонавт вычитывал новость. С Днем Победы в Великой Отечественной войне. И на предмет ошибок. 9 мая Советский Союз с Антикетингом одержали победу над нацистской Германией и ее союзниками. Хорошо. Героический подвиг Красной Армии и самотороженной турнирных жителей. Зайдем в тылу подарили нам свободное будущее на родной земле. Хорошо. Сегодня мы благодарим ветеранов за неимоверную силу духа, мужество и его длюк жизни вместе со стримерами. Они вспомнили... Окей, можно, да, своих великих предков. Вечная память героям и низкий поклон. Удивительно, но... Мы обратились к стримерам с просьбой рассказать о своих героических предках, воинах и тружниках тыла. Предлагаем вашему вниманию пересказ о истории тех, кто поделился своими воспоминаниями. Ладно. А тут, наверное, не вычинтанно, потому что это цитата. Блин. Тирак, кажется, не в кассу. Не-не-не, там, кажется, можно. Типа пропуск и... Или переход. Я не помню как-то. Как это правильно? Ладно, давайте к другой новости. Тут что-то все хорошо. Не четверка и не семерка. Обзор. Ага. Сейчас остался релиз. Это издарт. Ризер хорошо пишет. Интересный интернет. Несколько месяцев ждали встречи с леди. И вот, наконец-то, дождались. Можно сказать, что мы получили целом достойную игру. Не шедеральную, не революционную, не идеальную. Не всегда и не очень страшную. Не всегда и не очень страшную. Но зато насыщенную экшеном. Не всегда и не очень страшную. В итоге выходим на старую как мир проблему. И, соответственно, ожидаем... Блин, что-то... Либо я испортился, либо начали новости без ошибок писать. После релиза... Опытный состав, понимаете? После релиза компания Capcom решила немного перезагрузить свою культовую игру. Сначала вышла Resident, в который разработчики смеют перспективу. Так же мы сделали ставку на то, чтобы было страшно и получилось. В целом, хорошо. Любят они это. От критиков уже начну. Метакритики. Ремейк. Чуть менее отличный ремейк. А теперь дошла очень... Сложное предложение у него, конечно. Отличный, отличный. Ты корректор рыбак. Я уже давно не корректор. Давайте фокусы смотреть. У меня уже не получается. Помню, заходил раньше в новости на ProPlay, там... На первые... По первым годам на Good Game. И все. Раз, два, три, четыре, пять. Изи находили. Сейчас уже все. Два варианта. Либо я не очень, скорее всего. И тот, и другой вариант. Либо, пацаны, молодцы. Готов вкалывать. Вот уже там начал вульдизель. Дантей, хорошее. Сегодня хорошее настроение. Давайте посмотрим вторую игру между Fly'em и Focus'em. Здесь будет сложно без... Ну, с форсиром играть. Заходил и под всех корректоров, что пацаны мужиков выросли. Скорее всего, да. Ну, то есть навык. Тем более у нас как и в разработчиках, так и в редакторах довольно стабильный состав. То есть люди... Текучки мало. Люди повышают скилл. Опыт увеличивается. А человеку свойственно как бы прогрессировать. Если есть желание, конечно. Ну, конечно. Вот. Поэтому... У нас корректор, инженер, физин и тер, кандидат. Ничего себе, я половину слов не понял. Пользуясь случаем, что с кнопкой театралки в плеере, там задание ждет. А, ну... Я уже сказал в прошлый раз, что эта задача была до... До того, как ты выпилил это... Ну, сформировал в отдельное задание. То есть Витя хочет кнопку театрального режима унести в плеер. И в обновленные страницы канала она немножко изменится. На МКЛ я покажу уже первые варианты изменений, которые Витя нарисовал. Но уже вы увидите, что кнопочки этой на привычном месте нет. Она будет в плеере. На Тиренасе доминирует Блейд как раз потому, что просто ему набрать инвентарь с хорошими предметами. А этот герой, он гораздо более... Не то чтобы зависим, но он лучше остальных орковских прогрессирует с... Ну, с увеличением статов. Именно поэтому Блейдмастеру предпочитают сразу продавать телепорт, брать сер-клетку. Именно поэтому Флай довольно активно там докупал или пытался выбить и выбивал, видимо, сер-клетки из других точек. Здесь этих точек огромное количество. По центру есть зелененькие. Вот эти вот стартовые зелененькие. Кобальды тоже дропают такой незарядный артефакт. В том-то и дело, что сейчас это не совсем привычное место. Да-да-да, сейчас... Когда пять иконок стоят в ряд, но у вас не пять, может быть там три или четыре, но... И без стултипа не понять, что она из себя представляет, я согласен. Тем более театральный режим у нас очень удобно реализован. Там с точки зрения верстки, если зайдете, посмотрите там, как можно... Менять размер чатика или скрывать, или разворачивать. Их шесть. Вот. Значит, у меня их семь. Там еще активация-деактивация канала, как минимум, должна быть. Поэтому да-да-да. Любой ряд из элементов, он очень плохо воспринимается. Улучшение завершено. О-о-о, Грант добил, видели? Левелап у этого, у Блэйда был, у красного. Артефакт утащил, конечно же, Флайв все-таки. Он был просто ближе, а второй только подбегал. Но ласт хит был от Гранта. Добил тоже. Ну, в целом, у Флая предметы получше и уровень повыше. Хороший предмет, реально. Видите, и все блэйдмастеры стараются поработать как раз вот по этим предметам. То есть забивают на всю остальную мелочевку, на опыт. А именно, именно работают по усилению блэйдмастера. Ох, какое окружение! Окружение с крысой. Блин, так они, конечно, исполняют. Вы видите вообще? Я не совсем внимательно смотрю и не сразу осознаю, что происходит. Но... Их можно понять. Во-первых, близкий скилл, мирор. Тут как раз такие особенности микроконтроля, скажем, решают. Мотивация очень высокая. Потому что здесь... Ну, 17к призовой. Сейчас ты, если полуфинальную серию выигрываешь, ты удваиваешься. То есть там не полторы тысячи баксов, а три тысячи баксов. Выигрываешь. Ну, приблизительно так. Обычно это стандартное распределение в сетке, там, сингл-эллиминаш. Ох, минус блэйд. Кажется, флай вторую игру берет. Учитывая смерть Сахи, учитывая смерть Блэйда и вот эти вот сопутствующие потери, которые... которые грядут. Я не понял, правда, почему он не стал рейдера добивать. А почему не стал рейдера убивать? А, он боится, что там успеет Саха выйти. Или выкуп вообще произойдет. Да, он боялся бы своего блэйдмастера отдавать, видимо. Видит Саху. Уже блэйд успел подлечиться. Очень поздно линк кидает. Но сражаться здесь не очень выгодно все-таки фокусу. Потому что где-то... Ну, точно самый главный дэмэдж-дилер в такой небольшой армии Блэйд. Но мне кажется, что он и суммарно больше наносит урона, чем вот Гранд, Саха и этот... и Духостранник, прости господи. Ясен Красин, говорит, моя бабушка, это к Дню Победы. После войны продолжила работать на заводе по производству зенитных орудий. Рассказывала, проснешься с утра. Три ложечки рижского бальзама и крафтить. Да, рижский... Рижский бальзам помним. Ой, а тут еще принципиальная разница в том, что Флай умудрился сделать грейд на третий тир. То есть у него еще сарба пойдет еще у Блэйдмастера. Странно, что не купил. С кого начнем? Не понял. Почему не взял? Почему не взял арбу? Просто арба Блэйдуо это не только урон, это немного урона на самом деле. Тебя интересуют три эффекта. Три эффекта арбы. Первое это дополнительный урон. Второе это эффект Пурджа замедления. То есть тебе проще юнитов убивать, потому что им сложнее отступать часто. И снятие тем же самым Пурджем спиритлинка. То есть ты еще уменьшаешь на 50% сопротивляемость цели. Поэтому я полагал, что арба это топ-приоритет вообще для... Ну, мне кажется, сейчас он купит его. Когда бежит Блэйдмастер, так и купит. Смотрим. Да, вот он купил его. Урона-то не так много. Всего лишь пятерка. Book of Dead'ом хотел отвлечь. Но сейчас Фокс прилетел, прибежал, точнее, увидел, насколько все плохо. То есть он понял, что стоит по теку. Сам заказал, соответственно, грейд на Т3. И ему сейчас нужно... Ну, как-то подождать, повыигрывать время. Можно посвятить это время криппингу. Потому что, как вы видите, на карте огромное еще количество точек нейтральных осталось. И есть кого поубивать. А вот Флайу напротив. Возможно... Стоит сейчас поактивнее играть. А! Он хочет Блэйдмастером харасить, а героями качаться. Михаил, у вас есть возможность отследить, кто голосование или оно анонимно у вас реализовано? У нас, естественно, есть возможность смотреть, кто что. Но в голосованиях... О, Субимаску утащу. Неплохо. Но в голосованиях не реализована эта тема. То есть в этом смысла особо нет. Кто за кого голосовал. Это скорее сейчас вопрос интерфейса, ну и реализации там как по мелочи. Но опять же, такие вещи, а незачем. Привет, Джоки. Привет. Субимаска, скорее всего, ушла с Ихе. Да, правильно сделал, что передал. Освободил сразу парочку слотов. Здесь желательно выкупить инвул в магазине, чтобы можно было застелить еще кого-нибудь. И... Да, купил инвул. И уйти... Блин, вот что ж ты так... Спалился. Но фокус сейчас действует крайне странно. Он берет шкатулку и ставит эксп. При том, что... А-а-а! Там вообще таурены. Там такой медленный темп. Возможно, поэтому и... И поставлен эксп. И, возможно, Блейта возвращается тоже для того, чтобы шкатулку поставить. Догоняющую. Просто тауренов... Да, тауренов долго. Плюс тебе желательно еще ману подкопить у Духостранников. На... На резурек тауренов. То есть желательно, чтобы было... Ну, тройка тауренов хотя бы. И там 4-5 Духостранников. Чем больше, тем лучше. Странно, что Поливерайс не заказывает. Заказал Поливерайс. Я, кажется, в Ворковском Мироре начинаю потихонечку разбираться. То есть уже три вещи говорю. И спустя там секунду, две, три они делают. Ну... У тауренов, как вы помните, Поливерайс базовый уже есть. Без апгрейда. Половинный, половинный Поливерайс. Гольфман, привет. А Херофокус с Вивами не лучше тауренов? Так... Если ты против Ворков играешь, Виверны не заходят из-за баток. То есть ты строишь юниты, которые почти в два раза дешевле. И которые гарантированно... Ну, почти гарантированно. Если там Спиритлинк есть, то не совсем. Шотает более... Более... Ну, более... Дорогого юнита. Поэтому в Мироре ты не увидишь никаких Виверн. Намечается битва. Точнее, уже начинается битва. Таурены с Поливерайзом. Видите, одного увел сюда, чтобы... Чтобы сплэш... Ой, Блейд какой жесткий, а? Минус Блейд. Че он не лечит? У него было лечение долгое время. Дико недоконтраливает здесь Флай. Просто дико недоконтраливает. Я еще включил Саху. Смотрю, у него одна секунда, две секунды волны исцеления. Он банку передавал. Ясно, не заметил я. Рано ты Фокс похоронил. Да, но нет. Все равно... Все равно, я думаю, микс такой будет... Будет поинтереснее. Не ясно, что с кодоями делать. Позиция важна. И следить за кодоями, чтобы они... Тауренов не пожрали нам. Ты пришла! Блин, я чувствую, пользуясь популярностью у девушек на Гудгейме. Приятно. А что они сделали у каждого юнита на Тир-3 базовую пассивную способность? У рыцарей доп. урон, средней брони, утуриенов сокрушения. У Тарионов всегда поливрайс был. Добавили только рыцарям. Только рыцарям. Что нужно? Все остальное. У Абума всегда было облако, да ведь? Да кому ты нужен? Она на уроков пришла посмотреть. Да, на зеленых мужиков здоровых. Так, ну что, здесь убивает довольно быстренько Флай Экспанд. Не уверен, что он будет телепортироваться, спасать свою базу, потому что здесь позиция хреновая. Будет! Таурен приходит четвертый, почему-то его сразу не сажали, не реагирует бабушка вовремя. И понеслась. Пошли жрать кодои Тауренов. Оп, хотел съесть, видели Таурена. Надо его убирать, убирать, сейчас едят! Минус Таурен первый. Минус второй уже. Как много происходит всего вокруг. Смотрите, там Таурен с Пулеврайзом тоже мочат хорошо. Все разбежались от него. Блэйд не того, а кодоя пытается убить. Хуржем снимает, стомп отличный. Блэйд четвертый. Сахабитый. Ой, сейчас Саха подставляется. Инвула нет. А, нет, передали инвул, хорошо. Нихрена непонятно. Освобождает Таурена раз. Да, и Флай побеждает. Ну, тут уже минус Блэйд. Минус остальная армия 2-0. 2-0, но будет еще третья игра, как минимум. Я подумал, может быть, надо было попытаться, учитывая, что у тебя там 3-4 кодоя после телепорта с кросс-пит сделать и быстренько пожрать Тауренов сразу с ТПшицем. Потому что, ну, да, ты их будешь переваривать полчаса, но, по крайней мере, ты, ну, обезопасишь кодоев на какое-то время. То есть они все равно что-то переварят у Тауренов. Миша, расскажи, чего тебе не хватает, чтобы играть лучше? Вроде самоанализа опыта в чем-то не хватает. Да нет, мне практики не хватает. То есть по-хорошему для того, чтобы выйти, по крайней мере, на какой-то свой старый уровень, нужно... Ну, я бы провел параллель с нейтроном. Потому что мы не сильно отличаемся по возрасту. Играли приблизительно параллельно, в хорошей форме были как раз где-то в 2005-2006-2007 годах. И, ну, одна и та же раса. Я Юру довольно хорошо знаю. Вот, соответственно, для того, чтобы мне куда-то на этот уровень дойти, до нейтроновского хотя бы, нужно где-то годик более-менее активно поиграть. Так вот. Я не знаю, сколько он наиграл реально. Можно у него узнать. Почему не параллель с Муном? Параллель с Муном. Гогелл он на Ликова развалил. Это было классно. Одна раса, в смысле, вы человеки? Да, человеки. Сколько нервов нужно сжечь, чтобы дойти до уровня нейтрона? Да-да-да-да-да-да. Дэхау в мету вернули? Дэхау вернулся много куда. Он вернулся в мэча против андедов. Он частично вернулся в мэча против альянса. Он был, остается наиболее универсальным героем в Мироре. И он в качестве второго героя периодически уже стал появляться в игре против арков. Так, заходим в третью игру. Можете повесить цветные таблички с никами игроков со счетом? Нет. Бустер здесь, к сожалению, не очень хорошо работает. Я могу попробовать его перезапустить, но он очень часто показывает странные вещи. Ну, именно вот в этой натизевской штуке. Старго говорит, какие стримы на следующей неделе планируются? Вроде турниры заканчиваются. Дримхак, на самом деле, будет продолжаться всю следующую неделю, но по вечерам. Дни свободны. Я думаю, это будет отличная возможность, чтобы вернуться к Гуддейту. И... Ну, к нашим коопам с Тейкой, с Боннивором, с БСП. Если БСП еще не уехал, конечно. И... Ну, вот, кстати, бустер вроде стартанул, но не отображает информацию. Я бы еще хотел с Лешей договориться по поводу игры 2 на 2. Эльфик с Мишем можно попросить пнуть разорву в приложение, чтобы сделали кнопку локскрина. Очень удобный будет, если не сильно сложная штука. А в каком приложении? То есть... Android, iOS, для чего он? Если Android, то просто слева свапаешь менюшку, сообщить о баге, слышь предложение. Вот, вот, вот. И пишешь Андрею, прилетит эта тема. Он... Главным образом ориентируется в... Ну, в разработке своей на фидбэк, который пользователи непосредственно отправляют через приложуху. Кстати, хочу еще раз вас поблагодарить за отличные оценки в приложении, потому что мы приблизились уже к оценке 4.8 в плей-маркете. Представляете? Вот геймовское приложение новое. Во-первых, оно появилось не так давно, возобновилось. И там 4.8 оценка. Там много классных функций по сравнению с тем же самым Twitch. Пара тысяч отзывов. Хорошо, что нравится. И как раз, если вы хотите его сделать еще лучше, то отправляйте замечание через приложение непосредственно. Пока не будет кнопки доната в приложении Android, до пятерки не дотянем. Да. Гравди говорит, приложение огонь. Свежей версии был приятно удивлен. Это вот, кстати, доктор Рэй. Вы видите в чате. Это он. На айфоне 3.3 там будет принципиально новое приложение. Оно все никак не может пройти ревью. Переписываемся. Вчера пришло еще одно сообщение. Привет, Пукер. Спасибо. Верлоин. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Стримеры подтянулись. Тоже смотрю с телефона. Говорит, под нареканий нет. Класс. Хэтхантеры у фокуса. То есть он... Из-за того, что карта, опять же, более подходящая под... Под какой-то подпуш. Мне вообще-то кажется, что фейл будет вторым героем. Наверное, близко. Карта маленькая. И нужно в какую-то агрессию против флая. Практика показала, что... С ним соревноваться в... В... Как это сказать? Правильно слово вертится в... Не в эффективном использовании блейда. Он может, конечно, героя потерять на халявку. Но в целом блейдмастеру очень много времени уделяет. И очень хорошо его контролят. Агар Джон, спасибо. Привет, только залетел. И раз в счет, в чем выгодно пилить самому приложуху, а не заказать? Я чисто проэкономическую составляющую. Ведь вдумчивый явный... Ты ведь вдумчивый явно просчитывал. Заказать? Не-не-не-не-не, ты что? Это же... Так, аккуратненько. Минус один грант. Минус второй грант. Фаерлорд. Я же говорил, Фаерлорд будет. Никого он. Я чуть позже, если не забуду, отвечу на этот вопрос. Это, кстати, 2-1. С крайне высокой вероятностью. Потому что... В отличие от меня и экспертов в чатике, Лин что-то не сообразил, что здесь будет фейл, и надо действовать поаккуратней. И в результате... И начал крипиться там, где должна была проходить армия основная. Крипиться опасно. Потерял половину своей армии. Хотя тут вообще ни одного юнита нельзя терять. И, собственно, после этого был застроен. Вот и все. Это же был... Ой, Лин, подождите. Флай, флай, флай. Извините, я уже... Про Лина. У нас три орка. У меня хорошо не инфи и тяж сейчас у меня. Лин, который флай. Да-да-да-да. Все, от этого не отбиться уже. Толпень хедхантеров. Есть вышки. Сейчас пара вышек поближе. Плюс третий рабочий, наверное, магазин где-нибудь построит. Для надежности. Не обязательно давить сейчас. Абсолютно не обязательно. Потому что, опять же, вышки. Но фокус чувствует, что он, типа, может. Как бы не заигрался он. Двое пошли, смотрите. Вышка-вышка, а этот магазинчик где-то сзади. Да? Не хватает ресурсов просто. Нет, вышка все-таки. Но это ошибка. Лучше магаз. Ну, бутылок нет, замазок нет. У тебя все такое оранжевенькое. Регена, кстати, не сделал этим тролям. Что странно. Попытка сделать мил и подстроить катапольту, скорее всего, не венчает. Старается успехом. Потому что пока катапульта будет строиться сейчас. Она начнет строительство через там 10-15 секунд. Барак уже будет под это подкоцаный дико. Фаерлорд вперед. Три вышки делаются. Но флай очень аркадно сыграл. Это, кстати, его стиль. Вот аркада у него в крови. Так что желание покрепиться на точке против застройки потенциально. Ну, высокая вероятность. Потому что если даже я сообразил, что после ФС на этой карте будет фейл у фокуса, то флай-то должен был вообще быть уверенным в этом. Так вот, Нико Войн говорит, «Привет, только залетел, разошла речь, в чем выгодно пилить самому приложуху, а не заказать. Я чисто по экономическую составляющую. Во-первых, если вы… Ну, доктор Рэй изначально делал приложение под себя. Это часто у нас такое происходит, что человек там делает такой фуфан или для собственной практики. А потом мы там выкупаем и просим его дорабатывать его за оплату. Изначально у этого человека, во-первых, кроме квалификации, есть еще мотивация с точки зрения пользователя. И в этом плане мне, конечно, нравится то, когда мы ищем сотрудников, хотя давно уже не искали, именно на сайте, а не на каком-нибудь HeadHunter, потому что человек знает сайт, и у него может быть мотивация, кроме финансовой какая-то еще. В данном случае, доктор Рэй, мотивация у него была сделать хорошее приложение как для себя, как для пользователя. А если мы говорим о заказе приложения, то главная мотивация сторонних контор и сторонних разработчиков, какая? Правильно, заработать средства. Да, если он пилит приложение, ну и подходит к этому ответственно, на долгую, да, он старается это сделать качественно. Но вот пример с доктором Рэйм, который уже, наверное, третью, третья была большая итерация приложения и постоянное допиливание фичей, показывает, что это и по силам нам финансово и очень качественная разработка получается. Поэтому, я думаю, ну такое редко происходит, потому что таких людей немного. Но вот, пожалуйста, хороший пример. Думаю, самое большое отличие это именно в мотивации. Так, там уже четвертая игра подоспела на Last Refuge. Да тут почти все гуманитарии, вот и некому. Я думаю, что нет. У нас на сайте больше... Больше технарей. У нас в команде больше технарей. Только, наверное, Витя и Савелий гуманитарий. Но Витя с Ютуба пришел. Как бы тут... А Савелий не знаю, откуда пришел. А, специальный пеку поставил. Да, понял. Погнали. Сейчас узнаем от современного откуда. Трушный подход. Спасибо за ответ. Всегда выйти добиваешься. Кто-то за качество, не за бабло. Продукт кайф потягивается. Еееей! Мы успешные. Ты откуда взялся? Да, сейчас выясним, как Савелий. Я не интересовался даже. Можем посмотреть по-современному по... О, Беляк. Чатику привет, Майкер, привет. Old School на ГГ. Old School? Old School Беляк. С айдишником в полтора миллиона почти. Я инженер-технолог сыворочного производства. Третий разряд. Да это я знаю. Но как ты на ГГ оказался? Привет, Смайл. Тут на стриме так рьяно обсуждали приложение, что я решил через ГГ посмотреть любимую Варкрафт. Привет, Моги. Да, спасибо, что смотрите. Спасибо, что оцениваете. МК, я надеюсь, что на следующей неделе мы ждем релизов нового приложения в... Господи, постоянно Play Store с... с этим... с Apple... Как он называется-то? Неважно. Короче, с iOS. Декс YouTube тоже современный. Понятно. СК-2 комментировал и говорит, приходите на сайт, я и пришел. Молодец, Савелий. App Store. А Play Market и App Store. Ну, придумывали. Дегда я тоже с YouTube. Дегда. Дегда это козел. Помните? Дегда. Увы, плэш. Третий бор, он не такой критичный, как второй отмена. Ничего страшного, я думаю, не будет. Он тут Blade на Blade. Фельдшерюга, привет. Майкер с ГГ в сердце, Old School здесь. Да-да-да, Фельдшерюга. 61. Вот, вот это Old School. Правда, не такие, как некоторые там подтянулись. Вчера, позавчера, там Glorian пришел, Fan пришел. Там трехзначные айдишники у людей зарегались до официального открытия еще. Но вот третий раз отмена, отмена, это уже неприятно. И никак не отстает Blade Master. И кроме отмены, понимаете, тут еще проблемы будут с лесом. То есть тебе приходится рабочих держать долгое время в борох. Хаос пришел. Во! Хаос! Нифига себе. Да, и экспертед. Мне радует, что в Warcraft такую компанию иногда динозавров будет просто. и они такие просыпаются, знаете, как зомбари сонные, ленивые приходят, вылезают из разных мест выползают. участие на Asus 2003 показатель лодскула. Asus была... Короче, Димон молодец. Запартнерился. там, мне кажется, жена работала в Asus, если я правильно помню. Но мы получили большое количество ивентов по разным играм. Да, стояли на морозе, да, есть ли, да, отношение к геймерам у Димона было всегда такое пренебрежительное. Вот. А мы такие преданные были просто. Горели глаза. Мы терпели. Терпели и играли. Донат мясного коня заигнорил. О, я вас мясногорически, мясногорически приветствую. Спасибо. Друзья, мы сейчас смотрим орг на орг. Так, пассивно смотрим на самом деле, потому что, ну что мы знаем о Мироре Арковском? Как много орков в чате? И, но самое главное, это матч Лина против Фогича. Это следующий полуфинал. В данный момент счет 2-1 в пользу Флая. Флай в этот раз у нас такой же синий, как и раньше. Фокус красный, соответственно. Флай ведет. У Флай отличные, кстати, артефакты, но Фокус компенсировал это серклеточками. Блейдоу плохо, оч плохо, Виндвока нет, точнее, Виндвок есть, но здоровья нет, и маны больше нет. И может умереть даже, умрет. Да, третий Блейд. И тут же начинает крипить магазин, который рядом с Фокусом. Классно. Кибер Маус, говорит, я еще в первом сезоне ставок участвовал. Кибер Маус. Знакомый никнейм. Но ты не писал много лет, блин, судя по всему. Кибер Маус. Почему Флай Майкер? Ну, этот глючит как раз в Warcraft 3 Booster. Так получается. Только не 1-1, пожалуйста, говорит нищий Артурчик. Да уже 2-1. Да и я про СТ, почему я был уверен, что Фокус выиграет. Я не знаю, почему. В Warcraft 4 Mirrors в дефолтном решает Блейд и исполнение. А Флай, хоть и поаркадней, но контроль, это как правило, лучше, чем Фокус. Хотя, может быть, это уже старый мой подход. Фокус последние несколько месяцев очень хорошо. именно в плане контроля поднабрал и даже затащил не так давно турнир именно азиатский. Ламакс, я даже не знаю, о чем речь. О, застройка классная, смотрите. Два духостранника пытаются выйти. рабочие. А тут не выйти еще, нужно вот эту елку убирать. Нет, выходит. Смотрите-ка, я подумал, что он покрупнее будет, чем... Ну, это может дать, кстати, Фокусу шанс. Крит, крит. Диспола нет. Буковдэд хорошо заходит. Диспол только сейчас делается. Но в целом у Фокуса очень сахабитый. Хотя и здесь сахабитый. Лечение неплохое. Спиритволкер еле живой. За Кадоем охотятся. Хорошее еще одно лечение. Кадоя классно байтит просто вот. И сожрал, и отошел, и трех юнитов озадачил. Минус грунт, сыр один. Что в результате там? 41 против 40. А, необязательно поля не зачистить. Да, мы это обсуждали не так давно. Ты можешь очистить их, просто введя новое значение, другое. Но я понимаю, да, что там нет сохранения, если поле просто... поле просто очищаешь. Крис Хунта на этот раз ворвался тоже с аниме на тему праздника. Старается быть актуальным. Ой, аспирантом тоже одаривает беляков. Спасибо, аспирант. Да, друзья, у нас почти уже традиция, что если вы приходите, регитесь, и вы беляк, то аспирант или кто-то из помощников, иногда даже сами просто добрые пользователи дарят вам подписку на целый месяц на ГГ. Нет, соблизу. Рестлинг нет. Не моё. Ох. Какой же блейд у флая, вы посмотрите. Кельталаски сапоги ещё выпадают плюс 6. Этот артефакт где-то процентов на 25 суммарно увеличивает ДПС блейда. Я очень удивился, когда посчитал. Ну, когда нашёл вот эту вот табличку с уроном. То есть, там и шестёрка к минимальному, к максимальному, двенажка к скорости атаки получается. А если ещё прикинуть, что 6 агилы тебе даёт где-то 2 единички армора, и это ещё процентов 10, то блейд там просто на треть возрастает, оверолл по силе. на треть. Передаёт ауру. По ощущениям смотришь на ютубе игру, а здесь на гг атмосферу вообще не успеваю за игрой следить. Да, чатик это важная часть. То есть, если тебе... Я сейчас тоже, если честно, вот в этой серии на игру не сильно обращаю внимание. То есть, я показываю, смотрю, но вот эти вот две вышки могут сильно повлиять на исход сражения. Если фокус будет держаться их, если его не заставят сражаться где-то вот в районе базы, ну там сетками или ещё чем-то, хексами, то это постоянный ДПС, от которого не избавиться. Да, видите, он сразу перегруппировается к вышками. Сеточки пошли, и вышки не стреляют. Ай, чуть-чуть. Не, пошла стрелять. Две вышки стреляют. Это стабильный ДПС. Невысокий, но очень стабильный. Без беготни. Сыхата еле-еле выживает здесь. Блэйдмайстер, правда, фокусом минусится. Нет, свиток и лечение у Сыхи спасли жизнь Блэйда. О, привет, Плюмбум Дрим. Это не тот самый Плюмбум с тоже с проплеем. Да, и флай отбивается. Просто по лимиту видно, что ситуация очень хорошая. И в целом вышки это не такая большая проблема сейчас уже из-за большого количества магического урона. То есть сейчас можно вот этими товарищами баратрумами из астрала вернуться, и они с руки будут за залп сносить где-то 200 урона будут наносить по вышке. То есть они с двух с трех залпов вышку каждую убивают. Если конечно будут доставать. Полярный медведь здравствуй. Не, не тот. Был просто Плюмбум в Варкрафте. И игрок и активный пользователь. Плюмбум. Прям так и писался. Подставляет Сыха. Ну это 3-1 друзья. С очень высокой вероятностью. Сыха вряд ли выживает. Да, Сыха минус. Но фокус старался. Фокус пытался. Интересны вот эти вот решения. Чтобы не совсем зеркало играть. Но это все.